Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стратегию развития страны обсуждают в Москве на полях Гайдаровского форума. В его работе принял участие и глава Чуваши. В повестке – экономическая политика регионов. С подробностями Дмитрий Ковалев. Участники форума, названного в честь политика реформатора Егора Гайдара, обсуждают тенденции развития страны. Вызовы нового десятилетия – одна из ключевых тем дискуссии экспертов. В эти дни Россия делает первые шаги на пути к переменам. Посылы властям прозвучали в послании президента. Среди актуальных тем – развитие малого и среднего бизнеса. Президент учел интересы предпринимателей. В ближайшие шесть лет налоговые условия для субъектов МСП останутся неизменными. Необходимо ускорить и принятие законопроектов о защите капиталовложений. Михаил Игнатьев отметил, что решения главы государства отразятся на инвестиционном климате регионов. «Поэтому все те возможности или окно возможностей сегодня предприниматели стараются использовать. И по факту это получается. Поэтому нам надо адаптироваться в этой конкурентной среде. По прошлому году, по этому году не менее 500 миллионов долларов мы продаем на экспорт. Касаясь сельского хозяйства, организации агропромышленного комплекса «Первые» мы по прошлому году, в 2019 году, вышли на экспорт. Продукции сельского хозяйства и продукции переработки – 25 миллионов долларов. На дискуссионных площадках форума обсуждают и прозвучавшие накануне решения президента. В ближайшее время будет сформирован новый состав правительства. В интервью журналистов Михаил Игнатьев отметил, что между федеральным центром и республикой выстроен конструктивный диалог. Ведется масштабная работа по реализации национальных проектов. И уже сегодня президент России подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьера. Президент, имея на это конституционное право, принимает соответствующие решения. Мы региональные власти тоже такие решения принимаем. Поэтому новые вызовы, новые, как бы сказать, изменения заставляют кое-какие структурные преобразования проводить. Но вот правительство Российской Федерации мы ждем делового эффективного взаимодействия. Мы привлекали инвестиции со федерального центра и будем привлекать. Мы, правительство Месси, занимаемся повышением качества жизни и реализацией мероприятий национального проекта. Люди уже почувствовали, понятно, это на первом этапе. В дальнейшем надо, привлекая инвестиции, создать еще наиболее благоприятную среду. Среди ключевых тем Гайдаровского форума – интеграция России в мировую экономику. Объемы экспорта предприятий продолжают расти. Но открытым остается вопрос взаимодействия с Евросоюзом. В перспективе странам необходимо наращивать товарооборот, считает экс-президент Франции Николай Саркази. Для меня всегда каждый приезд в Россию – это счастье. Европе Россия нужна. А России нужна Европа. Наша судьба взаимосвязана. Те, кто этого не понимают, те вообще ничего не понимают в географии и в истории. Современный экономический рост в значительной мере связан с ростом численности населения. Россия, отмечают эксперты, становится все более привлекательной для зарубежного бизнеса. В стране формируют благоприятный инвестиционный климат. Обсуждали сегодня как раз глобальную экономику, какие тенденции к глобальной экономике, что мешает развитию, вообще как соотносятся экономики развитых развивающихся стран. Потому что сегодня тоже подчеркивали, что экономика развивающихся стран увеличивается, а институты, которые сегодня работают, будь то ВТО, Международный валютный фонд, не хочет учитывать увеличивающиеся влияния стран с развивающимися экономиками. Доклады, озвученные экспертами, лягут в основу стратегии развития страны на ближайшие годы. Глава республики провел в Москве ряд деловых переговоров с губернаторами регионов и потенциальными инвесторами. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев, Республика из Москвы. Инвестиции в здоровье медицины становятся ближе к народу. Новые фельдшерско-акушерские пункты, отремонтированные больницы. На этом развитие первичного звена здравоохранения в регионе и в целом по России не остановятся. Это кадры из серии «До и после». Раньше больных в деревне Полевые буртасы принимали прямо в здании Дома культуры. Там располагался фельдшерско-акушерский пункт. В декабре 2019-го открылось отдельное здание. Здесь наблюдаются более 300 человек. Жители двух деревень – Белое озеро и Полевые буртасы. Желто-красные здания в прошлом году отстроили в 26 селах и деревнях Чуваши. Это уже символ того, что медицинскую помощь оказывают в цивилизованных условиях, как в городе, так и на селе. Водопровод есть, канализация. Сухожаровой шкаф теперь у нас есть. Не будем ездить в ЦРБ, здесь же будем. Прививки мы делаем, профилактические прививки. Здесь все на месте делаем, никуда не отправляем. Помощь оказываем медицинскую здесь, у себя. Заменять аварийные медпункты на новые в регионе продолжат и в этом году. На это уже предусмотрены многомиллионные суммы в республиканском и федеральном бюджетах. Фельдшерско-акушерские пункты – это звенья цепи первичной медико-санитарной помощи. Ее продолжают межтерриториальные медицинские центры. Их в Чувашии 12. И центральные районные больницы. Таковых 18. Все они подключены к единой электронной телемедицинской базе. Это значит, что врачи могут консультироваться с коллегами профильных клиник. Пациентка нуждается в дальнейшем дообследовании условий кардиодиспансера, поэтому я предлагаю вам перевести ее по линице анавиации. Больницы ремонтируют и строят и в городах. Так, в марте прошлого года для юных новочебоксарцев обновили детскую поликлинику. Раньше мы ездили в Чебоксары, в МНТК или на Ашмарина. И дорога длительная, он нас очень плохо переносит транспорт. И мы вот с трудом всегда обследовали наше зрение. 2020 год в Чебоксарах начался с открытия многопрофильной поликлиники центральной городской больницы. На этом развитие первичного звена здравоохранения не остановится. С 1 июля 2020 в России будет запущена программа модернизации. На ремонт техническое переоснащение поликлиник, районных больниц, станций скорых. Во всех регионах на федеральном уровне выделено дополнительно 550 миллиардов рублей. Эти цифры и цели обозначил в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Послание Владимира Путина Федеральному собранию уже назвали историческим. Грядут серьезные поправки в Конституцию. Много положительных изменений намечается в социальной сфере. Они коснутся семей с детьми, медицины и образования. Как чебоксарцы восприняли ежегодное послание президента страны, выясняла наша съемочная группа. Каждый житель страны нашел в речи президента то, что кажется ему наиболее важным. Поддержка семей с детьми, о которой говорил Путин, хоть и была ожидаемой темой, но о такой масштабной помощи даже не думали, говорят жители Чебоксар. Материнский капитал в 466 тысяч за первенца, 616 тысяч за второго ребенка. Например, вот у меня дочка, у нее уже года первому ребенку исполнилось 3 года. И вот сейчас с 3 до 7 лет им будут давать пособие. Это очень большая поддержка. Такая поддержка должна оказываться, потому что действительно семьям очень тяжело с детьми. Особенно если один родитель не работающий. Конечно, такая поддержка нужна и будет хорошо, если будет ее еще больше. 550 миллиардов рублей выделят на развитие первичного звена в здравоохранении. Это строительство и оснащение поликлиник, станций, скорой помощи, ФАПов. Стоит отметить, многие предложения президента России в нашей республике уже реализуются. Я хожу, прием, самое нормальное. Вот открыли у нас больницу, мы здесь живем, все вообще хорошо. В первую очередь мы ждем, конечно, что время приема изменится, не будет как с 50-х годов, когда нам 6 минут на больного дают. Хотелось бы, чтобы было так. И чтобы не было так, что мы должны выполнить план приема. У врачей не должно быть плана приема больных. Врачи должны заниматься профилактикой. Еще одна важная тема послания – образование. С 1 сентября классные руководители в школах будут получать доплаты в размере не менее 5000 рублей. Существенная поддержка для семьи и бесплатное горячее питание для школьников начальных классов. Ответственность большая. Детей много. С разными приходится контингентом работать. Поэтому вполне возможно, что это 5000 рублей. Это нормальная оценка. Будем надеяться, ждать. Повышение будет. Детей то, что будут кормить бесплатно до 4-го класса – это прекрасно. Спасибо. Жители Чебоксар дают напутствие и будущему новому правительству. Нужно, чтобы новое правительство, которое будет сформировано, оно именно повернулось лицом к простому рядовому гражданину. Вопросы, ведь если сравним, скажем, советское время, да, вот я чуть-чуть его застал, там 76-го года рождения, там ведь не было мер социальной поддержки определенных, вот таких вот, как материнский капитал, там, да, но люди же и рождались, и были многодетные семьи по 5 человек, да, то есть за счет чего это было? Человек был уверен, ребенок пойдет в садик, ему будет обеспечена школа, все это будет доступно, да, за самим мамой, папой, там, да, за взрослыми членами семьи будут сохранены рабочие места. Государство должно работать в этой части над чем? Над развитием именно создания рабочих мест, финансовая поддержка, там, да, именно подрастающего поколения, садики, школы. Рифат Фаткули, Надежда Яковлева, Андрей Спирдонов, Республика. В Чебоксарах ликвидировали шесть библиотек. Такие заголовки появились в СМИ за несколько дней до Нового года. Постановление о закрытии филиалов 25 декабря подписал глава столичной администрации Алексей Ладогов. В череде праздников эта тема отошла на второй план. Что происходит сейчас и какова судьба Книжного фонда читателей и библиотекарей, выясняла Ольга Пырочкина. Сейчас после работы в библиотеку практически никто не спешит, показал наш опрос. Вы в библиотеку ходите? Вот, к сожалению, нет. Почему? Не нахожу для этого времени. Да, я в библиотеку практически не ходил, можно сказать. Еще, может быть, в школе еще как-то так ходил, а так нет. Времени не отходил в библиотеку. Работаю с утра до вечера, общаемся, поговорим про фактические мероприятия с гражданами. Нет. Почему? Не надо, просто. А где? Читаете? Интернет. Сейчас информации хватает и из других источников. Читатели уже не те, а вот библиотеки такие же, как и полвека назад. И в этом главная причина пустых читальных залов, считают в администрации столицы. Решить проблему планируют созданием так называемых модульных библиотек или интеллектуальных центров со скоростным интернетом, лекториями и, главное, хорошим и современным ассортиментом книг. Первые модернизируют библиотеку имени Валентины Чаплиной по улице Университетская. Готов уже проект, который прошел экспертную оценку в Москве. Уже в этом году в бюджете города запланировано 10 миллионов рублей конкретно на ремонт вот этого филиала. Полтора миллиона филиал получат на обновление книжного фонда. Однако, если где-то прибыло, где-то непременно убудет. Другая сторона модернизации библиотечной сети столицы изменяя статуса ряда филиалов. Так, в течение месяца детскую библиотеку имени Марфы Трубиной на улице Мичмана Павлова переведут в гимназию номер 5 в микрорайоне Волжский 3. Правда, сотрудники библиотеки называют такой перевод другим словом. Мы не готовимся к переезду, мы готовимся к ликвидации. Вы читали постановление? Там написано, ликвидировать 6 библиотек. А потом, что такое школьная библиотека? Туда не пустят ни пенсионеров, ни детей дошкольного возраста. Проблем с доступом в школу пенсионеров дошколят и других категорий граждан по заверению чиновников не будет. Так, например, уже сейчас можно стать читателем библиотеки школы номер 1 на Гладково. Люди, когда приходят и говорят, вы хотите в библиотеку пройти, вы их как пропускаете? Мы их записываем, с паспортами приходят, вот документы, вот журнал у нас, посчитатели. Время указываем, когда, во сколько, куда, кому зашли, какой целью. Мы понимаем, что школа – социокультурный центр. И в нашем микрорайоне здесь нет библиотек. А это очень важно. Если население хочет читать, мы должны в любом случае это поддерживать. Однако остается вопрос о временем обслуживания читателей. Школьные библиотеки, как правило, работают только по будням и закрываются в 16 часов. Так или иначе, это первый этап модернизации библиотечной системы, начали ее с северо-западного района. Там остаются несколько крупных библиотечных филиалов имени Чаплина и Маяковского. Мэрия обещает собрать все мнения людей по этому поводу. Как отметила Алла Салаева, модернизация началась потому, что холодные помещения со старой проводкой и ветхой литературой, какими сейчас являются ряд филиалов, явно не способствуют любви к чтению. И брать здесь надо качеством, а не количеством. Ольга Бырычкина, Павел Рядков, Республика. С нового года вступили в силу изменения в законодательстве. О некоторых из них расскажем в рубрике «Раповые новости». С 2020 года россияне могут получить социальный налоговый вычет с расходов при покупке любых назначенных врачом лекарств. Социальный вычет по НДФЛ теперь можно получить в размере стоимости любых лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств. До этого к вычету принимались расходы только на те препараты, которые входили в специальный перечень лекарственных средств, утвержденные постановлением правительства. Применять вычет с учетом новшеств можно уже в отношении доходов за 2019 год, так как действие указанных поправок имеет обратную силу. Вычет могут получить те, кто оплатил лекарства и медицинские услуги не только для себя, но и за супруга, родителей и детей до 18 лет. Максимальная сумма возврата 15 600 рублей. Вступили в силу и поправки относительно дошкольного и начального общего образования с 1 по 4 классы. Они касаются детей из одной семьи. Если старший брат или сестра ходит в школу или детский сад, то младших при желании родителей тоже должны зачислить в это же учреждение. Изменения уже внесены в семейный кодекс и закон об образовании. Условием предоставления преимущественного права является проживание детей в одной семье и общее место жительства. При этом речь идет только о государственных и муниципальных образовательных организациях. Частные школы и детские сады обновленные нормы не затрагивают. Подавать заявление на заключение брака стало проще. Ранее лица, вступающие в брак при подаче заявления с использованием единого портала госуслуг, прикладывали к нему копии паспортов, свидетельства о расторжении предыдущего брака. Если лицо состояло в браке ранее. Одновременно с этим существовала обязанность повторного предъявления оригиналов указанных документов в отдел ЗАГС при личной явке. С 2020 года в подаваемом в электронной форме заявлении о заключении брака необходимо будет указать лишь сведения о документах, а сами оригиналы будут предъявляться при личной явке в органы ЗАГС. Полвека на передовой детской хирургической службе Чуваши исполнилось 50 лет. О том, что изменилось за это время Юлия Важенина. Теперь Нелли вместе с мамой приходят лишь на плановые осмотры. По ней и не скажешь, что девочке пришлось бороться за жизнь. Нелли родилась раньше срока, на 27-й неделе, а самостоятельно дышать начала только после операции. Ее провели здесь, в Республиканской детской клинической больнице. Тогда Нелли было всего три недели. Мы в страхе жили, наверное, полгода, это точно. Что будет, не знали. Какая вырастет, какой вырастет ребенок при такой ситуации, что она родилась раньше срока. Но обошлось, можно сказать, нас Боженька поцеловал, и мы совершенно нормальные выросли. Благодаря врачам, которые помогли нам, сделали все возможное для нас. Сейчас она, на мой взгляд, она здорова. Ну, у врачей мы тоже наблюдались, наблюдаемся. По развитию она тоже не отстает от своих сверстников. Ходим в садик. Для таких, какой была Нелли, новорожденных, здесь есть специальная операционная. Мы находимся в операционной, в желтой операционной, где у нас проходят операции для самых маленьких пациентов. В год у нас проходят около 60 детей. Это стол операционной с подогревом, с ковриком и сверху, чтобы дети маленькие у нас пациенты не мерзли. Эта операционная отличается от взрослой только размерами. И тут и там самое современное оборудование. Детской хирургической службе Чуваша исполнилось 50 лет. Ровно столько же в профессии Яков Лазебников. За это время многое изменилось как в отделении, так и в хирургии вообще. Но одно осталось неизменным. Быть хирургом сможет не каждый. Для этого нужно иметь сильный характер. Мы, когда учились, как-то вот хирурги всегда казались полубогами нам. И мы хотели все быть хирургами. Когда ребенок выздоравливает после твоей операции, душа поет. Когда что-то, осложнение какое-то или, не дай бог, трагическое, и исход сам себе готов руки оторвать. Более 5,5 тысяч человек за прошлый год прооперировали врачи хирургического профиля. Только за сутки здесь происходит 10-15 операций. За последние 5 лет в детской хирургии произошел настоящий прорыв. На базе Республиканской детской клинической больницы врачи проводят самые сложные оперативные вмешательства детям любого возраста. Спасают жизнь грудничкам с пороками развития. Еще полвека назад они считались неоперабельными. Мы сейчас стоим твердо на ногах. И очень отрадно, что в 50-летний юбилей детской хирургической службы Чувашия у нас практически не встречается послеоперационной летальности среди детей. Это очень серьезный шаг. И вот наша задача оставаться всегда на лидирующих позициях. Благодаря программе национального проекта развития здравоохранения больница получает десятки единиц медицинской техники. Например, в этом году планируется приобрести современный аппарат МРТ-диагностики для детей. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. На термометре плюсовая температура и вместо крещенских морозов мокрый снег с дождем. Погода в середине января удивляет. И по прогнозу синоптиков такая картина сохранится до выходных. Как погодные условия могут повлиять на проведение одного из главных ритуалов крещенских праздников – купания в Иордании, расскажет моя коллега Наталья Мальчикова. В ночь с 18 на 19 января весь православный мир отмечает особенный праздник – крещение Господне. Считается, что в этот день вода обретает целительные свойства, и тот, кто окунается в прорубь на крещение, очищается от грехов и получает крепкое здоровье на весь год. Но в этом году погода особенно капризна. Ожидаем ежедневно небольшие осадки в виде морозей, дождя, мокрого снега, снега. И температура воздуха будет ночью 0-5, а днем от минус 3 до плюс 2. Толщина ледяного покрова на Чебоксарском водохранилище, вот именно в пунктах нашего наблюдения, составляет 20-25 сантиметров, на реке Сура – до 32-37 сантиметров. Тонкий лед тоже добавляет хлопот. Более 70 мест для проведения крещенских мероприятий – это церкви, монастыри, святые источники, бассейнах. Основная задача по выполнению мероприятий по безопасности людей на водных объектах – это будет пропускной режим. Структурное подразделение МВД Почуварской республики готовится и будет готово к тому, чтобы организовать по периметру данной территории пропускной режим и дозированно пропускать желающих искупаться именно к купелям. Пропускной режим нужен для того, чтобы не допустить массового скопления людей на льду. А так в правилах поведения ничего не меняется. С опыта прошлых лет люди в состоянии алкогольного опьянения сюда не допускаются, уже в пунктах пропуска. Во-вторых, готовиться надо уже заранее, выходя из дома. Многие с собой приносят термосы с чаем, настойки из трав горячие. В Чебоксарах около Свято-Троицкого монастыря готовы четыре проруби. Их размер минимум 12 квадратных метров, чтобы в купеле могли находиться одновременно несколько человек. Также оборудуют деревянные настилы, если сверху льда вдруг появится вода. В каждом пункте будут дежурить спасатели, врачи и сотрудники полиции. Купаться или нет – дело, конечно, добровольное. Однозначно не рекомендуется нырять в ледяную прорубь с головой тем, кто имеет проблемы со здоровьем. Если вы все же решились окунуться, к этому надо как следует подготовиться. Будьте здоровы! Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика. Танцы и спорт в Чебоксарах в выходные пройдут чемпионат и первенство Республики по танцевальному спорту. В спортивном зале регионального центра развития маунтинбайка соберутся сильнейшие атлеты Чувашии. Так как соревнования открыты, на паркете конкуренцию хозяевам составят коллеги из Мариэл, Татарстана, Мордовии, Ульяновской области и других регионов России. Ожидается участие более 300 спортивных дуэтов. Соревнования начнутся с раннего утра 19 января. Откроют состязания самые юные спортсмены. Возраст танцоров от 7 до 20 лет и старше. В четырех возрастных группах они будут соревноваться в искусстве спортивного и бального танца. Торжественное открытие состоится в 17 часов, а собственно соревнования начнутся с утра. В рамках чемпионата и первенства впервые пройдет награждение по итогам внутреннего рейтинга Федерации танцевального спорта Чувашии. Это все, о чем мы успели рассказать. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин